Добрый вечер, дамы и господа, это проект 10+. Хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя, Антония Михайловна Козырева, заведующая отделом рисунка Государственного Русского Музея. Антон Михайловна, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, мы с вами встречаемся в преддверии того, что в музее Ексембургского музея изобразительных искусств открывается выставка Владимира Лебедева. Все под заголовком художник русского авангарда, хотя, наверное, все-таки сомнение какое-то есть насчет русского авангарда в этом смысле, или все-таки вы обратите мою мысль в обратную сторону? Нет, особых противоречий здесь нет, потому что Владимир Васильевич Лебедев и сам себя называл «Я художник 20-х годов». Он входит в плеяду вот этих основных мастеров, с которых начинается история нового советского искусства. Не боюсь этого слова, потому что советское искусство – это уже исторический термин. Антон, извините, что перебью вас. Новое советское искусство, на нем, собственно, все и закончилось. Как я понимаю. Ну, не на нем одном, но он в числе тех, кого… Я имею в виду, на новое советское искусство – точка. Ну да. И все, и пошло 100 лет провала. Да, пошло, пошло, пошло дальше. Почти, пошло, поменьше, поменьше. Нет, Лебедев просто такая фигура непростая, очень типичная для вот этого времени. Потому что Лебедев пережил и взлет необыкновенный, и признание самых передовых мастеров того времени, и жестокую критику, и слом собственный, и собственного искусства. И, как и многие его современники, искусство второй половины его жизни, оно совершенно никак не соприкасается с первой половиной. И самое главное, он это хорошо сознавал. Вот эта трагедия слома художника-авангарда, которого действительно жестоко задавили, но он продолжал работать, он не ушел совсем в подполье. Подождите, тогда жизненный путь господина Лебедева можно описать таким способом. Первый, это взлет достаточно большой, авангардистский взлет, а потом это некая популяризация... После, после очень жестокой критики. То есть, хотя два этих периода можно сравнивать, что и тот, и тот период достаточно сильный, во всех смыслах. Нет, он считает, и, в общем-то, все те, кто исследует его искусство и рассматривает его в целом, все считают, что самые главные его достижения были до середины 30-х годов. А дальше это уже пошли единичные удачи, которым он, конечно, очень радовался как профессионал, но в целом он все это рассматривал уже в падении осознанное. – То, что представится в Музее изобразительных искусств, что это? Это чистой воды, вот тот материал за какой период времени? – Первая половина. – Первая половина, да? – То есть, мы боимся показывать вторую? – Нет, нет, просто мы не хотим идти поперек желания художника показывать себя именно как большого мастера, вот прежде всего 20-х годов. Он сам этого хотел, и зачем же противоречить его желаниям, а самое главное – противоречить самой логике его искусства. Поэтому мы нисколько не сомневались, что мы будем показывать. – Вопрос другой. Русский музей уже 10 лет устраивает эти выставки, я так понимаю, что с 280-летия Екатеринбурга, вот так вот будем считать, да? В принципе, в преддверии того, что мы отмечаем 290 лет, буквально через несколько дней, вот эти 10 лет, а что это было? На чем это все основывалось? Вот это взаимодействие русского музея с Екатеринбургским, я так понимаю, что русский музей не только с Екатеринбургским сотрудничает, конечно же, со всей Россией. – Ну, вот такого рода сотрудничество – это абсолютно уникальное, и только с Екатеринбургом. Я полагаю, что здесь как раз сыграло роль очень хорошее взаимопонимание музея вашего города и нашего музея, заинтересованность екатеринбургских зрителей в искусстве графики. Это не так просто. Мне кажется, что мы за эти годы, ну, не побоюсь этого слова, воспитали зрителей, которые умеют, любят и хотят смотреть графическое искусство. Это не живопись, это не большая какая-то популярная тема, это очень непростое камерное искусство, требующее очень большого внимания и понимание особенностей техники. Мы показали вот из нашего собрания, наша коллекция отдела рисунка – это 110 тысяч произведений. Это никто не может ни посмотреть, ни показать. Мы здесь показали за эти годы, ну, немножко меньше тысячи произведений. Но все они были абсолютно отборные. Они были разные. Это были рисунки, это были акварели, но это всегда были произведения очень высокого художественного качества. И зритель Екатеринбурга потихонечку, с каждым годом все больше и больше привыкал вот к этим абсолютно уникальным выставкам. И мы пытались такие проекты делать в других музеях. Они были одиночные. А вот такая длительная программа, она оказалась интересна именно здесь. И нас это очень радует. Наталья Николаевна, знаете, я не люблю это слово, но его очень часто использует один человек. Это слово «тренд». Может быть, вы попали вот как раз в то вот в течение… Я тоже не люблю это слово. Давайте так. Простите меня за это. Я сейчас извиняюсь. Может быть, давайте заменим его другим синонимом. Потому что мы попали в некое течение и угадали, как искусствовед вот то направление, то, что будет сейчас популярно и как раз сейчас на волне. Я имею в виду графику. Ой, очень сложные мотивы вы нам приписываете. Все было гораздо проще. Нет, я понимаю. У нас, смотрите. И никто не может навязать в искусстве какое-то там. Оно не может родиться само, да? То есть, если ты как музейщик навязываешь… Ну, показываешь, что вы делаете. Понятно, конечно. Нет, мы вовсе не претендовали на такие вот высокие-высокие, какие-то покорения высоких вершин. Мы что имели? Мы имели очень хорошую коллекцию. Мы имели публику здесь, в Екатеринбурге, которая хотела хоть отчасти познакомиться с нашей коллекцией. Это все очень просто. Мы имеем… То есть, спрос-предложение, да? Вопрос. Очень просто, вполне современно. И мы могли выбрать. Мы очень нашли хорошую, удачную форму. Показать здесь вот эти графики. Привозить сюда живопись – это сложно, это большие ящики, это тяжелый транспорт, это все. Наши выставки всегда были легкие, подвижные. И это благодаря тому, что здесь очень продуманная была программа принимания выставок здесь, в музее. Поэтому у нас так хорошо и ладно все это происходило. А уж публика… Публика уже шла сначала на интересные и необычные варианты. Мы нигде не показывали, например, выставку «Художники путешествуют». Мы ее сложили и собрали сюда специально. Там были произведения даже конца XVIII века. Это была необычная форма. Мы сделали вот эти выставки из коллекций, из которых складывается большое собрание музея. Любого музея складывается из частной коллекции. Мы показали произведения из трех коллекций, которые лежат в основе собрания рисунка. И, наконец, мы подошли, уже понимая, что уже зритель готов, мы подошли к тому, что мы привезли абсолютные шедевры. То есть здесь было Врубель, Серов, Филонов. И вот теперь я вполне готова поставить в этот же ряд и Владимира Лебедя. То, что происходит с современным искусством в последнее время. Вы знаете, я частенько встречаюсь в этой студии с людьми, которые представляют современные школы искусства, как российские, так может быть, срабежные. У меня складывается впечатление, что все очень хорошо, все очень креативно. Господи, простите меня за слово. Креативно. То есть у нас сегодня всегда креативно в тренде. Но мне кажется, что люди рисовать-то ведь не умеют. Вот, вот, вот. Вот это вот и есть вот это самое зернышко, которое вы очень хорошо нащупали. Наши выставки как раз ориентированы на то, чтобы показать, как умели работать мастера графики. Какой-то был возочайший уровень. И как мало им было для этого нужно. Не нужны были какие-то сложные приспособления, техники. У них был лист бумаги, и было перо или карандаш. Это, в общем-то, для графики, черно-белой графики, этого вполне достаточно. А что можно выразить, это можно посмотреть рисунки Серова, Филонова, и вот, я надеюсь, Лебедева. Дарья Михайловна, спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что мы совпали с вами во мне. Я тоже рада. Это приятно. Спасибо большое. Выставка Владимира Лебедева в Музее Ксенбургского изобразительных искусств в четверг открыла свои врата и ждет, я так понимаю, всех зрителей, всех, кому интересно. Спасибо. Спасибо. Это проект «Десять плюс». Меня зовут Алексей Назаров. Спасибо вам за понимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова